смотри что там у нас дальше по инструкции сейчас я покажу пока ты идешь или я трачу в пустую пленку на тебя торчит одна жопа из машины жарю парю полным ходом вообще так ну что ж всем привет сегодня мы приехали на отдых вдвоем без никого с моей любимой еленой и сегодня у нас первый опыт там отдых на кемпинге германия заняли водоколы шикарное место на несколько вещей на три дня пришли еще немного вообще ни разу это мало будем раскладывать палатку первый раз в жизни посмотрим что с этого взяли мы палатку крича от декатлона четырехместную вот так вот она выглядит 4 спальных места и плюс такая как типа кухонь прихожая что да поэтому места будет много места будет много для двоих так ну в общем то говоря поставили мы палатку вот уже она стоит осталось внутреннюю часть установить забить все колышки растянуть ее хорошо и будет у нас супа год смотри что там у нас дальше по инструкции сейчас я покажу пока как там внутри так вот таких она размеров тут есть зазор но говорят что это такая проблема пошива почему-то нас уносит им не задано у нас проветривание она не такая прям прям огромная но то что комфортно можно здесь стоять полный рост это чудесно профессионал по сбору палатки вот этом вот узле будет держаться он же развяжется через три секунды но белование колышек уровень бог так у нас еще вы тут или тут ничё я не знаю это следующий уровень мы будем смотреть это наверное не так полу наверно цеплялась так ну вот получилось такое вот у нас вроде как для первого раза нормально растянули я так думаю вроде стоит более менее она же внутри подъедут единственного тут я бы за трудно растянул чуть-чуть сейчас эксперт елена скажет выглядит вроде ничего так сдалека так вон эксперт уже потеет делает спальное место а ну все у тебя не сет самый да ну там продуваться хоть будет ну чуть-чуть будет я вам на не пачкой нам там спать ну давай давай первый опыт я тебе не трогать сама я пока пойду там под рихтуем из пицца и вот вход так ну что палатку собрали сейчас будем остальные гереты как впечатлить от сбора кстати офигенно я даже сама додумалась куда что там внутри первый раз мы хорошо собрали не засмеют так что у нас есть еще у нас есть кровать вот там вот да у нас есть стол тумба сейчас лена будет собирать он уже сушилку поставил суши щас носки насос короче только начинается да ну в общем уже покажем когда все соберем сделаем обзор нашу квартиру на такой у нас вид тут на улице сразу мы вот возле воды шикарно пройдемте пройдемте тут спальная кровать разуваться подеял подышим скачок скачает не ломай сломал молодец хорошо что уже докачал два 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 три я выиграла все оп оп все я просто блин первое так ну в общем то вот так вот мы расположились он такой вот у нас шикарное место первая линия закуточки в уголочке там вместе только надо мечтать можно мечтать вот наша палатка машина ленка уже столик расставил жаль без просека ну ничего сейчас я налью так еще у нас палатки вот такой вот у нас небольшая тумбочка сюда планировался этот стол со стульями ставить но так как тут жарко мы не будем это выставлять тут продукты там у нас есть еще плита туда сюда вот тут наше спальное место кровать вот такая что она тут спать мы будем оттуда оттуда вот так все вот так эта история закрывается чтобы не летели комары такие окна не знаю хотелось бы дождика легкого но не будет так что мы будем делать елен расскажи нам с чего начнем пойдем гулять или что или ты обещал только что только что прямо камеру сказал даже это так ну вот у нас из холодильника можно взять просек она безалкогольна конечно на держи какое ледяное сейчас ну все справились за сколько мы управились мы приехали в 12 ну полностью за два часа не торопясь вообще на расслабоне не напрягаясь туда-сюда уже даже 15 минут как сидим да уже сидим попиваем пивком безалкогольную тут у нас вот так вот если что прям сразу можно окунуться красота сейчас чуть-чуть расслабимся пойдем оплатим все это дело может быть да может заберем палатку да и уедем не знаем еще так ну что мы идем оплачивать да чуть-чуть прогуляемся покажем территорию тут на самом деле ничего показывать все очень просто берег немного много машин много вагинов палаток и так далее сейчас покажу типа того надо тут вай фай всем евро за все время проживания платишь разов кажется да вот здесь туалет недалеко от нас где-то тут была питьевая водичка да это было прям рядом мы пришли вот так вот люди сюда тут отдыхают чилят особо снимать не будем чтобы не нарушать отдых людей вот тут хорошее место чё тут не становится там он там тень от березок ну в общем то вот так вот так пришли на ресепшен ленка тут уже заполняет наши данные надо заполнить сколько человек какая палатка когда приезжали надо электричество надо вай фай получается здесь въезд здесь въезд тут ресепшен ленка стоит заполняет такая территория так вот расценочки такие этого сезона я в общем то мы ничего не оплатили просто все по заполняли дали нам вот такую вот штучку типа бэджика сказали повесить в авто и заполнили что там еще проездной проездной на все время пребывания на три дня но автобусы на поиск райбург можно ездить на поезд кажется тоже поэтому нам он пригодится нам интересует фельдберг это дверь поднал я думаю что он по-любому ходить да он душ ты в душ не хочешь а вот кстати туалет ну тут такие вот душевые мой душевые умывальники вот тут такая мойка для собачек прикольно не засосет их сюда решили пройти по территории посмотреть что он нас интересует нас интересует выброс ну вот в рейсмюль можно все выкинуть и все и не париться вот и все ну или тут все просто посмотри скидывает еще один пакет ну мы картон можем сортировать да и бутылки на бутылок у нас тоже нет идем посмотрим душевые там вот здание там находятся душевые так но в принципе мы как и говорили мы первый раз у нас такой опыт тем более стартанул в германии то можно сказать родина кемпинга каждый первый кемпер вот тут общественный вот есть кухня сейчас покажу она тоже общественного пользования если не ошибаюсь тут этот гриль можно прийти пожарить на решеточке тут постирать вещи ну да да тут стоят как прачечные эти штуки слушай люди тут неделями живут в неделе просто не они стирают неделю можно куда у кого душевые сейчас пойдем посмотрим в этом здании так вот такие вот туалетные кабинки душевыми это все чистенько цветочки даже стоят пахнет приятно мывальнички такая зона отдыха вот здесь вот палатки маленький у кого мы мелкие палатки они тут остановлюсь а тут душевая да можно посмотреть вот тут душевая там обычные кабинки так ну что вышли из палатки и сразу купаться дэнчик ну чего так не ходи ты в тапочках там люди купаются девчонки поэтому ты идешь купаться ты идешь или я трачу в пустую пленку на тебя ну хочешь пойдем туда где девчонки вон зашли но мне кажется тут тоже самое где-то такой спуск так так ну что расслабляемся мы тут уже несколько часов как и все в принципе тут этим занимаются сидят читают газетки играют картишки кто-то что-то готовит кстати искупались мы все-таки в озере там на пляже не так вот и затягивает это тина лена пока там говорит по телефон она не может без этого просто кстати сейчас покажу торчит одна из машины я вот занимаюсь чем сейчас будем испробовать наш аппарат примус такая вот посудка там водичка будем пить чайок так и вот только включил чуть-чуть разлил тут ничего страшного буквально прошло 40 секунд водичка уже начинает подкипать очень быстро происходит здесь я первый раз такой херня пользуюсь должно быть все окей так нужно водичка закипела я не засыпал конечно ну минуты 3 до наверно да и с половиной обустроили так все ответ да быстро очень быстро 1 2 3 5 6 7 8 9 10 я его не промыл но ничего страшного я думаю никто не обидится и прикладка посудка Так, пока я тут делаю чаёк, Лена, гаджеты решила зарядить. Вот у нас есть вот такая штука, приобретённая на Алиэкспресс. Что-то там за 15 евро, я не помню. Может и дешевле, а может и дороже, до 20. Два USB порта тут вот. Сейчас посмотрим, как она работает. Как она работает на солнечных батареях. Так, подключили телефон. Что, заряжается? Да. Сейчас подключим камеру, чуть подзарядил. Посмотрим. Сейчас посмотрим. Главное в нём не сидеть, наслаждаться отдыхом. Ой, хорошо, наслаждаться отдыхом спокойным. Да, Елена? Да, только ты не можешь, всё равно музыку включил, всё равно телефон у меня отбираешь. Отбираешь и всё. И всё равно по-своему. Это была моя воля. Всё равно по-своему этот отдых отдыхаешь. Я тебе не отбираю телефон. Да. А, не начинаю. Так, скоро будем жарить мясо, да? Да, я бы уже хотела бы покушать. Ну, сейчас я салатик бы сделаю. Будем готовить, кушать. У нас тут чайок, красота. Люди плавают, уточки там, теплоходик. Присошла я тут из... Присошла. Из душа. Кстати, в душ надо ходить. Он общий для всех. И только отделяемый кабинками. И мужчины, и женщины ходят в одно помещение. Да? Ну, это как бы абсолютно ненапряжно. Я никого не видела. Я зашла в кабинку. Там она как бы такая делена стеночкой. В одной... Я не знаю, как это назвать. Скамеечка. Ты положил вещи. Там душ. Всё. Помылся, оделся, переоделся. А соседние кабинки там только умывальники. Зубы чистить. Там какие-то вещи минимально постирать можно. Так вот, значит, пришла я. Что я вижу? Тут жарю-парю полным ходом. Вообще. И утка. А утка хочет тоже на этот, на гриль попасть? Она так близка к тебе. Вот так вот это выглядит. Всё, хватит, мне кажется. И мангальчик. С красными глазами уже раздуватель огня. Так, ну что. Я угли приготовил, ребята. Вот это вот всё. Полный отстой. Вот эти угли. Барбекю, кантри. Вообще не надо брать. Они вот такие брикеты. Какие плохие. Распаливаешь нормально. Но их пока распалишь. И вот непонятно, они не красные, никакие, я не знаю. Мы поставим картошечку. Посмотрим, как это будет. Может, кальянчик надо было просто сделать. Может быть, как это дело пойдёт. Ну, проще. Вчера мы на этих углях жарили. Мы купили две пачки. Ни о чём. Но сейчас я их вроде приготовил. Угли готовы. Можно начинать кушать. Да. Их. Заряжаем картошечку сначала. Потом мяско. Закроем крышечкой. Вот так вот. А мяско утятина будет? Утятина? Догонишь? Да. Так, это вот стейки у нас такие вот по акции в Коффландии. Немецком. Хотел сначала взять антрикот, но взял стейки. Два-три кот. На развес был. Два кот. Было три кот, стало два кот. Да. Сейчас посмотрим, как тут на этом гриле жарится. Кстати, гриль, как называется? Ландман. Там никакой вроде гриль, но мы не можем с этим углём разобраться с тягой его. Чё, я думаю, мы здесь натренируемся. Хватит. Что, ждём? Красиво. Красота. Так, ну что я хочу сказать. Мясо уже практически готово. Ну, в принципе, прикол в этих углях какой-то есть. Они долго держат тепло. Вот их правильно надо распалить. Они долго играющие. Вот я смотрю, жар равномерный. Мясо потихоньку подходит. Но они не дают... Они не красные. Вот они держат жар, но нет вот этого красного огня. Когда их раздуваю... Лучше их не раздувать, кстати, потому что с них летит какой-то песок. Какой-то состав у них, чтобы потом хрустить на зубах. Поэтому мы вчера попробовали дома. Поэтому сейчас уже готово, будем кушать. Так, уже повечерело, и мы наконец-таки садимся кушать. Вот такие вот стейки у нас получились. И Лена уже готова. Готова уже, да? Готова. Готова. Ну что, приятного аппетита нам. Как есть, мы будем показывать, не будем. Нет. Мы в тишине, сами покушаем. Всем приятного аппетита. Да, скажи себе. Приятного аппетита нам. Да. Вот так вот. Вид такой у нас. Опа. Так, ну что, мы поели. Все сделали. Уже давно хотели показать, как мы тут устроились. Покупались, поели. Покупались, поели, да. И уже ложимся спать. Сейчас Ленку покажу. Во, она там приныкалась. Ой, я уже так согрелась. Тепленько. Вот у нас тут такая гирлянда. Все, тут водичка. Романтик. Сто процентов. Все, говори спокойной ночи. Спокойной ночи.